В этом доме на улице Панфиловцев 25 много лерь жила семья Смертиных. Геннадий Иванович прививал любовь к футболу всем, не только своим детям, но и мальчишкам во дворе. Старший сын Евгений дошел до мастера спорта по футболу и успел поиграть за московское «Джинамо» и локомотив из Нижнего Новгорода. А Алексея Смертина все мы знаем как капитана сборной России в начале нулевых, а также обладателя золотой медали чемпионата Англии, сильнейшего чемпионата в мире в составе лондонского «Челси». Он вспоминает, что в детстве у них не было шанса в прямом смысле обойти мяч вниманием. Ночью встаешь в туалет и спотыкаешься об мяч. А днем, когда ты проходишь мимо мяча, он говорит, ты почему мимо мяча проходишь? Ну-ка быстро в калитку табурет кидал. Вот примерно так это было все. То есть, по сути дела, в прямом переносном смысле мы спали с мячом. Он, конечно, нам мешал, ну мне, по крайней мере, я его там сталкивал ногами, ноги, но он всегда был присутствовал. Семейную историю футбола, повлиявшую на всю страну, сегодня выковечили памятным знаком. Я считаю, что основное воспитание моих сыновей, хоть и говорят, что мама-мама, я считаю, что я на втором плане. Потому что они были полностью с ним и зависели от него. И я была более спокойна, не волновалась, знала, что они всегда при нем. В этот же день в Барнауле в седьмой раз открывался ежегодный футбольный турнир памяти Геннадия Смертина. С каждым сезоном география участников только увеличивается. В этом году участвуют футболисты Барнаула, Новокузнецка, Великого Новгорода, Махачкалы и Ульяновска. Некоторые из них впервые открыли для себя направление на Алтай. Достаточно тяжело добирались двумя пересадками. Сначала Казань, смена часовых поясов, Казань-Барнаул. Тяжело, на ребятах это сказывается, но я надеюсь, что адаптация пойдет очень быстро. И мы покажем, соответственно, игру, за которую приехали. На время адаптации команды тренируются в легкой форме. А бурнаульские болельщики, мамы и папы юных футболистов внимательно следят за тактикой соперников. Мы играем в основном в атакующий футбол, то есть все защитники пытаются переводить наполнников в нападения. Ну и какую цель для себя вы поставили на этот турнир? Занять первое и второе место. Поприветствовать участников турнира и отдать дань памяти народному тренеру Геннадию Смертину. Приехал и губернатор Виктор Томенко. Он был человеком, который по-настоящему любил футбол, разбирался в нем, обладал огромным талантом и желанием воспитывать новых футболистов. Умел привить им и любовь, и мастерство в этой замечательной игре. По регламенту турнира команды поделили на две группы. Все эти дни они будут сражаться друг с другом, чтобы выйти на финальные матчи в пятницу. В первом туре барнаульские команды встречались между собой. Так Академия Динамо переграла темп 3-0, а Алтай 2-1 вырвал победу у Полимера. Всех поклонников детского футбола приглашают на стадион Алексея Смертина. Игры проходят в первой половине дня. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.